Власти и краевые, и на местах были готовы к снегопаду. Все необходимые силы и средства были задействованы и сработали хорошо. Под изобильным спасатели эвакуировали семью с двумя наврождёнными, которых выписали из роддома. На трассе «Кавказ» помогли жителям Хорватии, которые ехали на Кавминводы. Самое главное, отметили на совещании, не было человеческих жертв. А на многокилометровые пробки повлиял в том числе и человеческий фактор. Водители выехали на трассу в летней резине. Это касается и грузовых, большегрузных автомобилей, которые являлись, как правило, причиной. Они складывались, делали заторы, и остальные машины просто блокированы были. Поэтому поставлена задача, соответственно, и службам ГИБДД по проверке шин. И я думаю, что и ваша задача СМИ рассказать о том, что с 1 декабря есть административные штрафы, если водитель выехал на трассу в летней резине. Здесь есть и наказание, есть формы предупреждения. Еще одна проблема, на которую также обратили внимание, тоже касается людей. Наших с вами, несознательных сограждан. Которые просто воруют установленные вдоль трасс щиты для задержания снега. Дорожники проводили работы и на участке в 500 метров за пригорком, где устанавливали эти снегозащитные щиты, грубо говоря, на предыдущем участке уже их разбирали, уже уносили. То есть сохранность обеспечить не удается. Задачу по обеспечению сохранности этих защитных сооружений возложат на полицию. Что же касается оповещения о непогоде, то его провели по давно работающему алгоритму. Об этом накануне говорили все краевые СМИ. А уж почему информация не дошла до людей, это вопрос к местным властям. Информация рассылается и до руководящего состава, до объектов и учреждений, и ведомств, которые расположены на территории муниципальных образований. Ситуацию на дорогах контролировал краевой Миндор. Информация поступала главе региона. Пробки были длинные, многочасовые, но с ними справились. Это были обработаны все направления, которые ведут основные магистрали. У нас особых заторов не было. Единственное место, где мы, скажем, совместно с ГИБДД приостанавливали движение, это Ставрополь-Невиномыск на определенное время. Она заняла в районе четырех часов для обработки полотна. А все, что касается остальных дорог Ставропольского края, в принципе, все 29 число, 29 ноября, у нас дороги работали без их остановки и закрытия на обработку. По итогам совещания принят ряд решений. До 20 декабря щиты для задержания снега поставят на самых опасных с точки зрения ветра и переметов участках региональных и федеральных трасс. Кроме того, будет поднят вопрос о закупке тяжелых тягачей для спасения застрявших в снегу большегрузных автомобилей. Алексей Форсиков, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение.